Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ Вилл и волшебный поезд Глава 14. Разведчик «Если завтра встать пораньше, то до поворота реки доберемся к полудню», — высказался городской, но не мешало бы отправить вперед разведчика. «Он должен быть маленький, тихий и быстрый. Есть такие», — сообщила мышка Лариса и, вставив два пальца в рот, пронзительно свистнула. В камнях послышался шорох и появился мышонок. «Привет. Я вас знаю», — задал он вопрос Ларисе. «Нет, мы с тобой не знакомы», — начала разговор Лариса, «я живу очень далеко отсюда. Мне нужна твоя помощь. Тебя ведь учили в школе помогать старшим, конечно. Я хорошо учусь. Что от меня требуется?» — спросил мышонок. «Необходимо пробраться в логово ведьмы Агнес. Она живет за поворотом реки, я знаю, где она живет», — дрожащим голосом проговорил мышонок. «Как только она появилась в наших краях, лесные жители живут в страхе. Ни одна мышь по собственной воле туда не пойдет. Слишком много она истребила нашего брата. Пауки с сороконожками и те сбежали. Значит, ты нам не поможешь?» Укоризненная спросила мышь Лариса, «Простите, но я очень боюсь. Я буду очень удивлен, если кто-то согласится на это опасное мероприятие. Еще раз прошу прощения». И мышонок скрылся между камнями. Лариса растерянно отошла в сторонку, «Я бы мог обратиться мышонкам», — сказал волшебник, «но, став мышью, я не смогу нести на себе мой медальон. К сожалению, он не меняет своего размера после моего превращения. Из-за этого я могу обращаться только в животных, которые смогут его поднять, может, попробовать еще раз». И мышка в решительности встала, готовясь опять свистнуть. «Думаю, не стоит», — сказал волшебник, «ну, тогда придется идти самой», — засобиралась мышь, «а как насчет моей кандидатуры?» Выступил Вилл, «я пластмассовый, и волк меня не учует. Размером я немногим больше Ларисы. Я легко проберусь в пещеру и все разузнаю, неплохая мысль», — согласилась мышь, признаться, «мне не очень хотелось идти в разведку». «Старой я стала для таких подвигов. Но как ты доберешься до пещеры ведьмы? Ты мышиных ходов не знаешь, да и бегаешь не так быстро, как я, я попробую его отнести», — сказал волшебник и вышел из шалаша на улицу. Он обхватил пальцами свой медальон и, сказав пару каких-то непонятных слов, закрутился волчком. Потом произошел хлопок, и в рассевшемся дыму все увидели красивого орла. Орел подошел к Виллу, наклонил голову на бок и, как бы примеряясь, стал рассматривать мальчика, думаю, я смогу его поднять и донести до безопасного места, откуда Вилл сам доберется до логова ведьмы. Орел замахал крыльями и поднялся в воздух. Сделав круг над путешественниками, он спикировал вниз и на лету схватил Вилла за плечи. Его огромные изогнутые когти держали мальчика очень аккуратно. Это не то, что когти совы, Вилл вспомнил, как во время путешествия к волшебному дубу его схватила сова. Тогда он отделался глубокой отметиной на голове. Волшебник и мальчик полетели к тому месту, где река красивой голубой лентой поворачивала за гору. Полет был недолгим. Лишь только река свернула за скалу. Орел пошел на посадку. Опустившись на землю, маг дал последнее наставление Виллу. Я буду тебя ждать на этом месте. Будь осторожен. Удачи. Вилл махнул рукой на прощание и пошел вдоль каменистого берега. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб. Субтитры создавал DimaTorzok